Окей, видимо я где-то либо бар пропустил, но у меня тоже те же самые проблемы были при первом прохождении, я хотел аж на 100% эту игру осилить, но что-то я потом подумал, да ну его в топку, здесь нужно все вот эти испытания выжившего выполнить на 100%, это такой идиотизм, ну крайний там, там что-то с чем-то в общем. Опять? Надо ложь привязать, только не знаю где она здесь привязывается, опять эта херня беломордой оскакала, ладно пойдемте эту бабу развеселим, пошла вон, скотина, ненавижу. Здрасьте. Еееей, о фак, о фак, о фак, о фак. Я подумал сейчас ждать придется. Да, мне получилось во второй раз пройти через забор. Ну это я уже что-то где-то затупил. А может еще раз обогнать поезд? УИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ интересно меня возить но в топку моего хозяина пошел он найти свой папок и клара я принесу тебе деньги очень добры и как харальд как мой город не очень хорошо в среде ехать думал мертв боюсь он мертв к сожалению да тогда должна пойти к его могиле я боюсь я даже не знаю где он он наверное его погребли где-то на на кладбище рядом с его семьей если потреплюсь я смогу туда дойти через несколько дней посетить окей ну посещу это потрясающее кладбище вернее еще сейчас скажут то что мол нет сейчас задание не 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 никаких health я низко честный козел не марсан козел но я же говорил возвращаться утром но я кое-что приметил здесь интересное вы готовы ко второй части этого потрясающего действия здесь всего два кино кинотеатровых ролика я даже не знаю как это сказать второй показа здесь и здесь кинотеатр то совсем клёвый bremoond заберли представляет дамы которые вызывают стресс что ли наш герой не успею прочитать неважно здесь даже читать ничего не нужно а у наших героев был режим такой он каждый раз что поднимал у уука к круто одесса была обычно это такая такие 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 дела или такое исполнение приводит что-то ей девицы наверное что он говорит что там происходит то что такое 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 внимание привлекло составных женщин наш герой пришел домой Помогите, помогите! Я не успеваю всё переводить. Упс, здесь слишком быстро меняется текст. Ну, что-то там происходит. Домашнее какое-то преступление? Я должен туда пойти? Что за безумие здесь произошло? Что-то там посигло мою жену. Какое-то ментальное расстройство. Она не хочет готовить и там что-то ещё делать. Эти дни прошли, я теперь больше всего испытываю что-то там другого. Меня не волнуют все эти дети, которых я родила. Ну, это видимо сейчас ролик о феминизме идёт. Весь мир стал совсем уж, перевернулся с ног на голову. Наш герой вернулся домой. Какая у него прекрасная жена. Точно такому бодибилеру только таких жён-то ей, наверное, надо. Женщина, время для какого-то нашего общего уединения, что ли? Ублажай себя сам. Разве это не твои обязанности? Написано, женщина имеет право голосовать. На книге было. Я пойду сражаться, чтобы были произведены изменения в выборах. Наш герой пошёл на улицу, чтобы узнать причину всего этого дела. Какие буфера, посмотрите. Той, которая около син стоит. Просто отвратительно. Или как это? Или дискрейсфул. Неуважительно. Ууу, детка. Я такая беспечная. Что за ужасные дела? Женщины, будьте свободными сюда. Что у нас здесь? Какое-то собрание? Сёстры, давайте уничтожим это крутищееся колесо. Позвольте нам голосовать, написано сейчас на стойке. Тут какой-то сложный текст. Сложности, о которых я не знаю. Вернутесь домой. Бла-бла-бла. Боже, эти... Здесь так много женских эмоций и так далее. Америка потерялась где-то там по причине. Это же Вашингтон. Ты даже не знаешь половины граждан. Они пытаются сделать меня женщиной. Не превращайте дядюшку Сэма в тётушку Саманту. Это твое патриотическое дело. Начинать сражаться с женским неповиновением, что ли. Короче говоря, там текст был такой, знаете, театральный написан, мол. Это один с вечера или одиннадцать утра? Наверное, вечера всё-таки. Мне опять спать, что ли? Я затрахался спать. Ковбои столько не спят. Кто-то опять плохую музыку играет. Ты не слышал своего братка? Формодило то, что... Нельзя так делать. Вали отсюда! Подумаешь, всего лишь набил рожу ему. Не будешь же на меня за это кричать? Нет? Там полицейский на меня находить? Ну, ударил бы женщину, ладно мы ещё. Ну, вообще, полицейский должен пройти мимо. В этом моменте сказать, мол, нет, я ничего не знаю. Кто в семь утра играет в Блэк Джек? Да сколько времени-то? Да какого? Я буду просто гонять туда-сюда. Круги нарезать по площади. Вот капец, как интересно ждать. Хм, а давайте заставим их только ждать. А давайте! Сделали бы они возможность спать определённое количество времени. А то приходится так сохраняться. Сохраняться. Хотя, может, не сохраняться, чё-то я... Время-то всё равно пройдёт. Вот, наконец-то, вашу мать! А эти до сих пор играют дебилы, что ли? У вас личной жизни нет? Ну... В смысле? Те, кто играет в Вов, тоже нет личной жизни. Чёрт, нельзя стекло разбить. А чё это вообще такое? А чё я сделал-то? Я просто зашёл! Подумаешь? Чё орать-то сразу? За мной даже не охотятся. Не это, поорать! Дебилы! А-а-а-а. А-а-а. Принесите ещё одного погребённого? Чё написано? Бэр хранить, ван. Понятно, иначе другой. Бёрденс, погребённый, по-моему. Чё-то как-то вместе не могу объединить слова. Упс. Я здесь, чтобы увидеть мистера Роса Эдгара Роса Наверх по лестнице и направо Он считать не умеет Ой, да заткнись ты У тебя мало полигональной башка, чувак Там аж ромбики заметны И углы Такие неоттесанные Неоттесанная башка у тебя Мистер Масон, я так рад вас видеть Как ваши приключения Где моя жена и сын? Ну, мы за ними хорошо присматривали Их будем присматривать Я хочу их увидеть Ведь мистер Рос хочет поговорить с вами У нас интересные исследования Ты хотел, чтобы я Пришел сюда и взорвал нахер твою голову? Ты хочешь этого? Мистер Марстон, я попрошу вас успокоиться Почему? Почему я... Я сказал, я сделал то, что вы просили Я принял с вами Уильямса на Эмсквеллу Все кончено Перестаньте играть в игры со мной Никто не играет с вами в игры, мистер Марстон Но если мы хотели поиграть Здесь есть кое-что с чем поиграть Например, повесить тебя за убийство Или конфликтировать все твое Имущество Или всю твою ферму Вот, вот что мы можем поиграть Но мы играем с тобой в другую игру Так что успокойся И играем вместе с нами Где моя жена? Я забыл Ну, я слышал то, что это очень хорошее время года Мистер Марстон, пожалуйста Пожалуйста Не надо меня оскорблять У нас небольшая сделка для твоей свободы Ты дал нас Уильямсона и Эсквеллу Но у нас до сих пор нет Вандерлинда Но теперь мы знаем, где он Тогда идите приселите его Нет, сэр Я хочу, чтобы ты приселил его для нас А потом я тебя оставлю Последняя вещь Он может быть убьет кем-нибудь там Низкоуровневым козлом Мы верим, что Вандерлинда Где-то окопался рядом с рекой Серпиндибиди А да, конечно Другая группа Отщепенцев Наверное, первая группа Твоя группа Наверное, сказать Ну, мы ее уничтожили В любом случае, Мастер Фордон Мистер Марстон, может, мы пойдем? Мистер Марстон, твоя жена и сын Очень хорошо себя чувствуют Давай постараемся, чтобы так и осталось После вас, сэр Я только пытался подобрать голос под этому кретину О, Мистер Марстон, еще одна вещь Это вам Вы очень добры Ну, я хочу, чтобы вас это не писало больше всего Давай-ка будем надеяться, что все не пойдет не так по ошибке У меня есть патент на это, сэр Это... Плохо А, Мистер Марстон? Вы живы? Мистер Гиккенс, Вест Диккенс Я думал, вы ехали в Пекин Да, длинная история Ну, похоже, сейчас я... Меня взяли под арест за всяческие там наркокоты и другой нонсенс Рос, освудите этого человека Почему? Потому что он просто старый обманщик Человек, который принадлежит этой стране И потому что он помог мне найти Уильямсона Вы слышали, фен, сэр? Этот человек герой Позвольте ему уйти А теперь пойдем, Марстон У нас еще больше дегенераторов ждет Поторопимся Да, давай еще что-нибудь укради, давай Диккенс Мистер Членсен Камон Давай, храбрая походка, выходи Ты же храбрец, в столоне, мать твою Ну, быстрее булками чеши Дай, ребят, это автомобиль Если что Поехали в Рекс оф Сипендити Я, пожалуй, скипну Вам же не интересно смотреть на эту потрясающую колымагу, да? Ну и что, ну, машина, да Вы никогда не видели машин Ну, извините, конечно, за это, но Можете посмотреть, погуглить их Видим, автомобиль Уже недалеко Старый Сипендити Отличное укрытие для преступников уже целые года Нам сказали то, что Вандерлинда и его банда там окопались А мы остановимся на холме, и вы, агент Форден, пойдете туда на ногах И я останусь с машиной И вы говорите, и вы делаете то, что делаю и я, Марсон Не пытайтесь делать что-то тупое Ну, я понимаю, я полагаю, он знает, что на кону Понимаете, мистер Марсон? Давайте найдем дачу и закончим со всем этим Затем дайте у вас,и Марсон Ладно, давай, любезно, мистер Марсон Ну, давайте, пойдем,мистер Марсон Австралии Охерительный, прокатили У вас машина разваливается, идиоты Вон там, серьезно Да, давай кулаками драться Может, вы застрелите и все На этом приключении закончится Будься quiet И стихи близко Да, сэр Вандерлинд это наша основная цель. Мы его забираем и уходим. Быстро и чисто. Оставь дачу мне. Ты же не хочешь, что этот костюм замарать? Ну, я надеюсь, что ты уверен о последствиях. В некоторых моментах напрягающейся, чем Outlast. Еее, я снова обосрал Outlast. Похоже, слишком тихо, а тебе не кажется? Это ты мне скажи. Может быть, дачу чем-то услышал? Но информатор нам не врал, так что... Будь на чеку. Я на чеку, я ничего не вижу. Что-то не так. Обычно здесь много людей. Че он убирает пушку? Так бы круто было идти с пушки. Ты услышал? Посмотри, что произошло. Я подожду здесь. Ну, охереть. Ты уже обосрал штаны, что ли? А, наверху. Твою мать, только не в воду. Твои скринги приезжают от где-то. Да пошел ты, а я не знаю, да? Фу, это было опасно, ребят. Еще выше? Эээ. Я, если честно, лестницы не вижу. Может, там они занимаются чем-то непотребным. Ну, я вижу чувака, но как к нему подняться, хер его знает Здесь есть место, которое можно цепить? Ну, видимо, там С хвоста лестница Да ты что ж будешь делать? Вы не могли еще больше препятствий поставить? А, Рокстар? А, Рокстар? Гений производства Я заблудился на этом корабле Как эти пираты вообще разбирались во всем этом? По-любому, там целая связка динамита На нем Сюда, я нашел его! Черт, это наш информатор Настас, что произошло здесь? Это ловушка Черт, Мастен Берите этого человека, и мы пойдем Я не думаю, что он может Идти О, мой Господи! Девил! Что? Давай, мы должны им получить защиту Если бы ты мне помогал, было вообще ладно Ты что, издеваешься, что ли? Мудак совсем Что здесь произошло? Ты что, ты дебил? Вот что произошло Поздравляю Сам идиот Индеец! Теперь, наверное, уже кореец! А? Кто здесь оценил? Нет? 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 Ну, корейцы просто безголовые идиот Особенно у них Ким Чен Ун Ким Чен Крен Ну, Северный Кореец, ладно Южный Кореец-то еще более-менее У них фильмы неплохие есть А в Северной Корее... Корея не... Конечно же нет Конечно же нет Чем занимаются школьники Северной Кореи У них даже порнографии нет Почему я должен нести этого Гребаного индейца И я должен отстреливать всех Пока What the fuck Меня стрелять не мог Упс, бедный Настас Бедная Настя Не ори, Настя Анастасия Что ты делаешь? Ну вы сволочи Выходите Что я должен ждать, пока вы Осидитесь там Че тут динамит был? Понравилось? Оглянулся, мол, че за херня Увидели, как он вставал Аааа идиоты Не, ну ты бы мог помочь его понести Знаешь... Как бы тяжело Я кто вам, по-вашему? Я ковбой Кто это? Что за мать твоей происхождение? Мартин, забрасывай его в машину, чтобы мы могли уйти отсюда. Давай, уходим, там их может быть еще больше. Ехать в Блэк Уотер. Что там произошло? Это была ловушка, они ждали нас. И это кто? Заключенный? Это наш информатор, сэр. Ты говоришь по-английски? Да, он говорит, сэр. Он информатор. Это Настас. Не говорить так со мной. Мы нашли его на лодке! Он пришел, чтобы помогли нам. Хорош, что мы выбрались оттуда. Особенно, когда с нами такими люди, как клерк или социальный секретарь были. Заткни свою пасть! Как он долго сообразовал, он, видимо, думал, что бы сказать обидное, что бы сказать обидное, потом сказал просто, я заплачу! Заткни свою пасть! Или еще что-нибудь. Главное, скипнуть-то нельзя. То есть что-то пойдет не так, сто пудово. Если скипнуть не дают, значит что-то пойдет не так. А что может пойти не так с автомобилем в 1910 году? Именно это. Ну не сейчас же. Что не так? Я не знаю, мотор просто заткнулся. Ну тогда почини его, дурак. Нам нужно вести человека доктору. Конечно, сэр. Это люди дочери. Мартин, держи его! Формент, ты! Чини этот движок! Серьезно думаешь, что этот камень нам поможет? Ни хера их там до хера! Фак! Как хорошо, что есть перезарядка автоматическая. Да господи, лошадку-то за что? Так. Завюзгай, пожалуй. Ты не сможешь победить это! Я их больше не вижу. Формент, мы готовы? Да, сэр. Я думаю. Я думаю так. Давай! Поехали назад, Бэк Мотор! А теперь можно скипнуть. Там ничего важного. Если даю скипнуть, значит ничего важного. Значит ничего не произойдет по пути. Не, ну если второй раз у них мотор заглохнет, то... Пошли они сзади, что-то с такими машинами. Мы должны увезти этого индейца к профессору Макдогганалу. Хорошая идея, сэр. Я просто не говорю, что мы не говорим. Говорите с ним. Вот мы и здесь. Клава Господу за это. Ну и значит это офис нашего антрополога, который зовут Макдогганал. Его выгнали из Ела за дегенератизм. Ну, вообще-то он нас помогает говорить с местными. А давай мы увидимся и... Он такой же как и все эти идиоты из академии. Хороший день! Хороший день! Хороший день! Что на земле произошло и происходит здесь? Ему просилили ногу. Не очень хорошо выглядит. А теперь Макдоггал. Нам нужна информация этого парня. Насчет Дуча Вандерлинда. Посмотрим, сможешь ли кто-нибудь что-нибудь найти для нас. Я сделал все, что могу, сэр. Надеюсь, ты сможешь. Профессор Макдоггал наш хороший человек для правительства. Прям как вы, мистер Мартин. Посмотрим, сможешь ли ты помочь с его проблемой с местными в этой стране. Та-дам! Только давайте честь не будете давать мне, а то мне придется опять динамин у кого-то закидать. Да твою мать, а! За что мне честь? Я работаю с мудаками. Пойду я с этим мудаком встречусь, раз я прямо тут. Я, конечно, побегаю так, чтобы, знаете... Чтобы вжиться в роль! Чтобы атмосфера была! Я ж ковбой! Вы что, что я сразу к нему заходить буду вдруг? А вдруг должно пройти между этим и вторым заданием целых два часа? Да! Да пошли вы, знаете, да? Домой с дачем. Или дома с дачем. Невероятно! Просто невероятно! Привет, профессор! Привет, сэр! А, мистер Марсон! Как вы? Ну... Ну, здоровью моей семьи угрожают всяческие там агенты. И у меня забрали мою свободу. Ну, в роще... Вообще-то все нормально. Ну, проблемы с этими цивилизирующими говнюками. Скажите мне, вы знаете что-нибудь... А, Норсия? Чё? Меня выстрелили в приюте. Мой отец был шотландцем. Ну, вообще-то у вас хорошее дело... Вы бы сделали хорошее дело для моей теории в популяционных характеристиках. Но он говорит о природном благородстве человека, который зависит от его местоположения и рождения. Это замечательное пространство. Я смотрю на кровь международными и белыми людьми, с корреспондентной высоты, весом и весом. И вы знаете что? Однажды? Это замечательно! Это замечательно! Я разной нации, но с одинаковыми весами и ба-ба-бла. И они одинаковые. Я не одинаковый. Ха-ха, он какаин предлагает. Ну, это классный наркотик. Он получил снар из твоего эго. И возвращает тебя в главное состояние. И позволяет думать не так. А Настас, конечно, заходите, сэр. Может быть, вы снимите свои ботинки? Или... Пытайтесь снять шкуру с кролика. Я знаю, что вы не можете видеть звезды. Но мое сердце до сих пор чистое. И мы должны стать равными. Ну, мы с ними должны говорить просто какими-то метафорами. Нет, я родился здесь в резервации и даже ходил в школу. О, прекрасно! Но я могу показать тебе, что ты хочешь увидеть. Я знаю, где группа бандитов прячется, которые тыщишь. Оба вы. Ван дер Линде привлекает молодых людей в резервации. И они делают плохие вещи. Я всегда был прав. Они делают плохие вещи. Где дочь Ван Линде находится? На холмах в Кашинай. Пойдем. Я знаю путь туда, который не охраняется. А зачем с нами доктор? Вот серьезно. Я не понимаю, доктор-приводитель слишком быстро говорит. Привет, господин. Время сделать наше дело для человечества, мистер Марстон. Время сделать наше дело для человечества, мистер Марстон. Кашинай почти как... Воу. Значит, у нас общий интерес и в мистере там... Какого-то там? Вы хотите его бить? Нет, конечно же нет. Что происходит с этими людьми? Нет, Ван дер Линде меня восхищает. Белый человек, который живет среди местных. Это обратная интеграция или регистрация культурализация. Я даже не знаю, как это назвать. А он никогда не был таким цивилизированным. А, конечно, Эдка Рост говорил в уникальной истории с человеком. Хотя я даже не этому и передавал значение. У меня были такие волны эйфорий. И он еще какой-то Робин Худом. Мы были вместе в банде, профессор. Это моя работа разбираться во всем. Послушайте, мистер Мастер. Быки. Какие прекрасные твари. Белый человек скоро увидит конец этому всему. О чем ты говоришь, Настас? Слишком много охоты здесь. Так все ваши. А, так все, все ваши люди охотятся. Мы охотимся для того, чтобы есть, не для спорта. Кто научил вас этого нонсенсу? Уничтожение специй, эээ, уничтожение всего, это миф. Списис. Это виды животных не умирают. Они просто становятся сильнее. Эти деревья, они восхитительны. Ты уверен, что это правильный путь? Да, сэр. Ну, здесь темно. Ты никогда не видел деревья? Я думал, что ты очень много знаешь об этой земле. Конечно же нет, я вообще не схожу из моей комнаты. Наслаждайся. Пока ты их видишь, скоро вырубят все эти деревья. Я? Я, ты хочешь сказать это обо всех белых людях? В общем, здесь больше нет уважения к этой земле. Я вижу тебе злость, Настас. Откуда приходят эти эмоции? Не беспокойтесь об этом, профессор. О боже мой. Да, тут есть и снежок, ребят, дикий запад. И снежок. По-моему, вон та черная, это та лошадь, которую нужно захватить. Это одна из самых лучших лошадей. И как фпс просел, вы бы знали. По-моему, до 20 упал. Ну, вы бы продолжали говорить, что ли, я бы переводил. Вот знаете, мы скачем. Вот холмы, оставим лошадей здесь и вскарабкаемся туда. По холмам, карабкаться, это вообще не круто. Я полагаюсь, что я не люблю высоту. Я надеюсь, Настас поможет тебе. А я должен пойти в своем пути. У меня есть работа, которой стоит заняться. Спасибо, что помог. Пока, джентльмены, наслаждайтесь собой. Пойдем, я вижу место, где можно скарабкаться. Вот индейцам мне очень легко переводить. Он так медленно говорит, и субтитры можно прочитать. Успеть. Блллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллллл Ну быстрее жопой двигай, ну же ты, давай скорей Ну боже Пришло время паркура, ребят Я ничего не скипал? Оно само скипнулось, мне не дали досмотреть сцену, ну просто потрясающе Просто спасибо Давайте Сейчас Assassin's Creed соснет Assassin's Creed 3, помните эти снежные локации? Паркур этот Вот он Вот он где-то рождался Assassin's Creed 3 Именно здесь Посмотрите, здесь намного интереснее сделана локация Ну, в каком смысле? В том, что Вам не нужно по ней бегать как дебилу И не обязательно это делать Кролик! 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 Птица! Кролик! Кролик будет страдать Ну типа привет, долго ждать будешь? Я думаю, через эту пещеру можно пройти Ты давай двигай жопой быстрее Нам, чтобы бочек с динамитом не было Не приближайся Надеюсь, на нас не упадет вся пещера После таких потрясающих дел Которые я люблю творить Когда вижу что-то красное Этот греха подальше Врагов все равно не упью А себе и подавно Давай, сраный дэц Покажи мне путь О боже Совсем идиот, что ли? Что это было? Может он нас хотел пригласить? Может быть он флайер хотел выдать? И так пытался нас завлечь Немножко перестарался, только переиграл Не стоило этого делать Не стоило этого делать О, динамит возродился Где еще один? Бра, я прощаю тебя Теперь мне их нужно расстрелять Нет, черт Ой, поцарапался Я очень верю, что очень сильно его ранили Я буду в порядке, но ты иди вперед Я не хочу тебя замедлять Ты веришь, что в порядке? Я просто... Нужно идти помедленнее Иди Я догоню тебя Или увидимся на пути вниз Не беспокойся во мне Иди найди Вандерлинда Удачи Да, конечно, буду тебя беспокоиться Ты мне так сдался Просто капец, знаешь Фак А, то есть здесь можно идти? Нет, здесь нельзя идти Упс Знаешь, если бы ты заткнулся Было бы намного проще А, мне просто нужно вниз Пойти было Слышь, я тебе сейчас выстрелю в жопу Но, белка Или это был енот Я сожил енота Да Енот Они исчезают здесь Какого хера? Кролик Либо это была Жанна Гузарова Либо я слышал гризли А гризли, мать твою Это гризли Это, мать твою, сраный гризли Вы не поверите, но гризли Это гризли И гризли Тебя загризли По-быстрому так Меня загризли Один раз гризли Здесь Еще есть ачивка Убить 18 гризли Я ее сделал Я даже вам Могу показать ее Это как Холи щит Я убил гризли Обработай его Да хватит упинать Обработай О да О да Я убил гризли Теперь я буду знать И все будут знать Насколько я клевый Гризли Да это Блин, это не гризли был Вот Бигхорн Большой рогатый скот Пошел ты взад Понял Нужны мне твои рога Мне их своих хватает Давайте еще больше кровью Заляпаем экран Чтобы вообще не было ничего видно Гризли сейчас такой клевый Посмотрите Он похож на зароды Что я мать твою Ну и видимо мне сюда В любом случае надо было идти Гризли серьезно думал Что я ему не надаю по Харе Он очень сильно ошибался Я могу даже себе надавать по Харе А гризли это тем более А если даже себе могу надавать по Харе То гризли вообще не Не поздоровится Каждый день я встаю И даю себе по Харе Думал Джон Марстон What the fuck На тебе в жопу, поняла? Понравилось, да? И что теперь будут делать Твои маленькие Козляты Ну просто Муж козел Она дура Вот и козлята родились Дебильные козлята Представляете? Здесь на вас нападают Пумы, гризли И все это было за Три года до Assassin's Creed 3 Вау И здесь было интереснее за ними охотиться Почему? Потому что Это было интересно Они могли вас убить И вы чувствовали то, что это страшная сила Которая может вас разорвать Что у Assassin's Creed происходит И этим ничего Просто ничего Все Все враги как кролики Думал от меня спрячешься? Нет Не знаю, зачем он мне не мешался Но Орел Должен был умереть Потому что Фраза Жив цел орел Уже не в моде Увы Надо как-то Было Как ты успел сюда прийти? А это не он Фу Я подумал По-тихому? Динамит где? Черт Ну отлично Отлично Мексиканским солдатам хватило одного ножа Ему не хватает вообще ничего Знаешь че? А блин Здесь же кидаться нельзя Черт Похоже он упал Нужно Посмотреть Может что-нибудь найдется И я смогу найти дачу О, я нашел дачу Эй, дача, привет Там внизу Купак Он же упертый баран Ишь ты, шакал Как ты ко мне относишься? Эээ А А Я не знаю Марстон от страха прилег что ли? Что с ним? Мистер Марстон Мистер Марстон Мистер Марстон Мистер Марстон Вот мистер Марстон Убери эту хрень от меня Вы удались головой Настас и я принесли вас сюда Ну, Настас Слышал выстрелы И пришел Высвободить тебя И принес тебя сюда А я импровизировал Когда мы уходили оттуда Я больше планер Чем человек действия Спасибо, джентльмены Друзья мои Вместе с Ван Дель Линдой Мы Должны найти причину Почему они с ним С Ван Дель Линдой ходят Несколько местных Мы должны встретиться с ними И спросить их Почему они там Перед тем Перед этим Это была наша земля Мы уже встретились С множествами Неприятностей А мы пришли сюда Цивилизацию Это не очень легко Для каждого, Настас Я знал человека в Йелле Чей Отец убил 18 местных В один вечер В Вайоминге Для умного человека Ты очень тупой человек Мистер Друзья Мне нужно уйти Чтобы вы поняли Что здесь не так Я не меняю вас В непонимании причин Но снова Лайн Я не знаю Лайн Либо он Возлежал с ребятами И скоро Тот мужик Либо он лыгал Ребятам и скоро Вот здесь я не понял Что имел ввиду Доктор Лайн Хор Слушайте ребят Честно не знаю Поэтому я не стал переводить Я не понял Надеюсь они там Я могу зайти к ним ночью Сколько времени В 8 часов вечера Нормально Нормально Успею По-моему они до 10 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok